Приветствую вас, дамы и господа. Delta Force Hawk Ops игра, к которой я относился довольно скептически, ведь она предлагает практически одинаковый игровой опыт для всех устройств от мобилок до ПК. Иметь в качестве технического и геймплейного бутылочного горлышка мобильную платформу для шутера от первого лица — это приговор. Казалось мне, как же я ошибался. Вот это просто разъёб... Вы видели? Впрочем, обо всём по порядку. Я не знаю, ну, два слова буквально скажу про Battlefield-образный режим. Он задизайнен вокруг прорыва, карта очень кишкообразная, техника ультра-аркадная, примерно как в Call of Duty. Да, её можно чинить, в отличие от колды, но она, по-моему, не прокачивается. В общем, я как человек, наигравший хреновую тучу тысяч часов в Battlefield, и всякие разные, начиная с Battlefield Vietnam, могу вам сказать, это не Battlefield-заменитель ни в каком формате. Есть немного разрушаемости, вроде как, есть точки, которые надо захватывать, но это всё довольно простенько. Не сказать, что сильно как-то динамично. Как тренажёр какой-нибудь, способ раскликаться перед режимом лутер-шутера, да. Как основной режим — нет. Режим лутер-шутера же, в свою очередь, вообще приятно удивил. Во-первых, эта игра бесплатная. Во-вторых, анимация, ну, по крайней мере, оружейная, очень, очень похожа на анимации оружейной из Call of Duty. А Call of Duty, вроде как, считается одним из эталонов в том, что касается оружейных анимаций. То есть пушки выглядят, дёргаются во время стрельбы и звучат нормально. В отличие от DMZ, в этой игре есть квесты, убежище, барахолка, какие-то ежедневные задания. И смысл непосредственно на карте лутаться. Очень высокое качество жизни. Вот, что, наверное, больше всего поразило, это то, насколько удобно пользоваться схроном, собирать пушки, менеджментить инвентарь. Вот разработчики не хотели, чтобы игрок тратил лишнее время на неигровые активности, условно. Неигровые, будь то копание там в схроне и перекладывание патронов из одной ячейки в другую. Задания типичны тарковские. Пойди на локацию, забери какой-нибудь предмет, выйди с ним живым, или убей мобов во время выполнения квеста. Есть квесты, ну, скажем так, в тарковском стиле, которые берутся из убежища и выполняются на карте. И есть контракты непосредственно на самой карте. Ивент, который запускает игрок. Есть простенькие, например, взорвать какую-нибудь дверь. Вы ее минируете зарядом в С4, у заряда прокает таймер, пока этот таймер идет, вас пушат мобы, вы убиваете мобов, дверь взрывается, забираете лут. Есть поинтереснее и посложнее активности, например, убить боссов. Боссы, сука, голливудский боевик какой-то. У меня вот первый раз было ощущение, что меня игрок запушил. Забегает этот босс, кидает мне какую-то мину, которая сбивает меня с ног. Пока я пытался встать с ног, он просто меня очередью заспреил. Да, у меня был плохой гир, но это выглядело прям развлекательно. Так что перемещаться по карте, стреляться с другими игроками, выполнять активности, в принципе, интересно. Не хватает, конечно, глубины вот этой тарковской, в кустиках там посидеть, жалом поводить. Но она и не всем нужна. Ты знаете, как с Мировым океаном. Есть места, где глубина 11 километров, но большая часть всего живого живет в первых 200 метрах. Вот здесь примерно то же самое. 11 километров тут нет, но все, что надо, они, в принципе, в эту игру запихнули. Очень хорошо работает гир. Вот этот аспект игры понравился. Если вы заплатили денег за снарягу, она отработает. Патроны качественные помогут вам сильно в перестрелке. Броня защитит вас от вот этих потенциальных ваншотов. То есть, если вы купили себе там пятый класс, ни при каких обстоятельствах ПСОшкой с одной пулей вас не убить. Никак. Это невозможно. Надо еще разобраться, как забрал и работает. Но, по крайней мере, в моем игровом опыте этого не было. И я так никого не убивал. Броня танкует. Хорошие патроны шьют менее качественную броню. То есть, вот этот баланс между экономикой, снарягой и геймплеем довольно неплохо выдержан. То есть, ты чувствуешь, на что были потрачены деньги. Нет такого, что у тебя 100 миллионов в схроне. И ты такой, нахуй, я не буду покупать шлем. На как хуй он нужен? Меня все равно бьют в лицо. Нет. Если ты купишь дорогой шлем пятого класса, он свое отработает до тех пор, пока его не сломают. У оружия, соответственно, есть прочность. У брони есть прочность. Это все чинится. Ну и, соответственно, это все лутается. Есть защищенные карманы. Вот. В базовой версии игры всего два защищенных слотика. Куда можно что-то положить без риска потерять. Есть ключница для карт. Но все остальное можно снять. Разгрузку, рюкзак, оружие, снаряжение. То есть, если вы умрете, вы все потеряете. Вот эта вот история. Высокий риск, высокая награда. Здесь неплохо работает. И, в принципе, нервничать заставляет. Когда у вас там несколько миллионов сумки лежит, и вы на выход идете, умирать не хочется. В этой игре вы можете и убежку качать, и ПВЕ-миссии выполнять, и охотиться за игроками. Причем охотиться за игроками вы можете не только на звуки стрельбы. Если игроки делают какой-то жирный квест, он будет отмечен на карте. Вы можете просто, открыв карту, пойти и этих ферзей, которые делают самое там опасное, самое прибыльное задание на карте, попробовать размять. Все это с бодрым темпом игры. Можно и подвигаться в файте, можно выйти из-под огня, можно как-то размастить, попытаться. Да, локации простенькие. То есть, буквально там какой-нибудь коридор, дверь, коридор, дверь, лестница. Не сказать, что они как-то комплексно наполнены, нет. Медицина тоже в игре есть, есть разные типы ранений, соответственно, для каждого типа повреждений нужен свой медикамент. Регенерации здоровья нет, несмотря на всю аркадность, но есть специалисты, и один из специалистов — медик. И у медика один из гаджетов — это шприц, который как раз позволяет немного здоровья регенерировать. Кстати, да, по поводу специалистов. Значит, смотрите, в игре нет дикого, поэтому вы выходите в рейд всегда за ЧВКшника. Но если вы совсем все потратите и останетесь без снаряги и с пустым схроном, используя способности оперативников, можно выйти голышом и с бота хоть какую-то стартовую снарягу забрать. Например, медик может дым кинуть и в дыму боты зарезать ножом. Персонаж, который, ну, условный штурмовик с ручной ракетницей, может этой самой ручной ракетницей мобы взорвать. У снайперши вроде как лук есть, ну, который не стоит денег, он всегда при ней. То есть дикого нет, но способов побегать голышом хватает. Но опять же, если вы столкнетесь с фулкой, вам пиздец. Причем не скорее всего, а просто вам пиздец. Придется бегать по краям карты и на рожон не лезть, надеяться там найти какое-то оружие, какие-то нормальные патроны и тогда кого-то подлавливать на перетяжки во время драки с боссом. Ну, в общем, проявлять изобретательность. Я удивлен восточным геймдевом тем, как разработчики к игре относятся, тому комьюнити, какое в игру играет. Но это как после дешевой забегаловки зайти в какой-то дорогой ресторан, где все твои желания предвосхищены. Где тебя встречает официант во фраке. С рукой, заведенной за спину полотенчиком, он тебе предлагает видную карту. А не вот этот, блядь, шведский фастфуд, где ты зашел, тебя толкнули, блядь, за столик, кинули в скрытую банку сюрстроминга, забрызгав тебя каплями вот этими вонючей рыбы. И сказали, быстро жри 70 баксов и уебывай нахуй отсюда. Спасибо вам мне, что напомнил. Я играю с пингом 250, и моя стрельба от меня во врагов выглядит лучше, чем в Call of Duty и в Battlefield. У меня ни разу не было вопроса, куда я нахуй там стреляю. Если ты попал, ты попал. И никаких вообще вопросов не возникало ни разу. Ни в Battlefield режиме, ни в Extraction Shooter режиме. Когда по тебе стреляют, да, много урона за угол, залетает. Но опять же, с пингом 250 было бы странно. Работа это иначе. То есть я получаю очень странный урон. Но мой урон по врагам... Ну не буду говорить безупречно, есть наверняка косяки, просто опыта игрового не хватает их увидеть. Но это прям хорошо, это тебя не триггерит, это не краеугольная часть твоего геймплея. Ты не впрыгиваешь в перестрелку, смысл зарегает, не зарегает. Ты спокойно идешь и стреляешься. Оу! К минусам. Сейчас, по крайней мере, вот в данный момент, есть только режим для трех игроков. И никакой заглушки под другие режимы. То есть вы выходите в Extraction Royale режим в премейде из трех. Вам докидывают двух еще тиммейтов, но всегда будет тройка. Зарягаться соло нельзя. Поэтому, когда вы с кем-то деретесь, там потенциально будет три игрока. Из-за особенностей геймплея, скажем так, из-за ТТК, из-за того, насколько сложно попадать. Ну, не в том плане, что тут какая-то суперсложная стрельба, но убрить чела на дистанции, там, метров 40-50 непросто. Надо прям постараться. И вы его нокнете, и пока будете там пушить, чтобы его добить, его могут банально резнуть. То есть очень тяжело разыгрывать один в три. Да и, наверное, не должен никто разыгрывать легко и просто один в три. Но у вас как бы и способа нет поиграть один на один. Может быть, когда дело дойдет до, там, открытого тестирования, игроков будет побольше, они добавят соло, дуо, там, трио. Но пока есть только тройки безальтернативно. И это очень негативный игровой опыт, когда вас пушат втроем. Я, потому что в этой лодке плавал ни раз, ни два и ни три. Даже если ты кого-то, ну, добираешь, всегда еще есть третья подруга, и на нее банально уже ни ресурсов, ничего нет. То есть ты проседаешь по темпу, тебе надо отхивиться, тебе надо перезарядиться, а он свеженький и готовый. Открытое мировое тестирование должно состояться в первом полугодии 2024 года. Скорее всего, игра будет доступна на ПК и в Стиме, и в Epic Games. Пока неизвестно, по какому принципу будут предоставлять доступ к следующему этапу тестирования, но вы можете проявить свой пользовательский интерес, пройдя предрегистрацию на официальном сайте. А на сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца и Чен Чен Шанк Сье!